Приветствую вас, дорогие коллеги и родители! Хочу предложить простое задание для работы в формате онлайн по Сороке 1, уроку 10. Мы отрабатываем конструкцию «любит-не любит» и глаголы «действия». Идея задания в том, что дети отправляются в зоомагазин или питомник, где они выбирают себе питомца, кошку или собаку, и дальше составляют про него рассказ по образцу учебника Сороки. Это будет слайд номер 3, здесь у вас происходит основной процесс. Я предлагаю сначала вставить фото питомца, которого они выбрали на слайде 2. Для этого вам нужно будет кликнуть на картинку, сохранить, я сделала copy command, скопировать, то есть, извиняюсь, и потом поместить ее в эту рамочку. Дальше предлагаю также вставить фото ребенка, с которым вы занимаетесь. Если у вас фото в наличии нет, можно сделать просто скриншот прямо с видео на уроке. Вот у нас вот так вот получилось, мальчик выбрал собаку-мишку, и я его сфотографировала прямо на уроке. Составляем рассказ. Каким образом? У вас есть два варианта. Простой вариант, где задействовано чтение, дети читают. Кого они выбрали, у вас там собаку или кошку, в нашем случае это кошка, по-моему, это была Маша. Мы сюда вставляем «это моя кошка», подтягиваем. Если детки у вас сами умеют с этим обращаться, значит, вы им даете, посылаете эту презентацию, они сами все двигают. Если нет, значит, вы делитесь экраном и под их руководством двигаете это все. Да, оставляю это тут. Дальше выбираете его или ее. Это у нас Маша, это девочка. Также вы можете у детей попросить здесь впечатать. Если дети у вас печатают или вы их потихонечку учите, то они могут впечатать, то есть более задействованы. Но на уровне, с уровнем тех деток, с которыми я работаю, вот этот вариант подходит больше, когда они подтягивают готовые слова или я за них подтягиваю. Дальше работаем мы над второй частью рассказа. Для этого вы отсылаете детей на слайд 4. Здесь мы читаем глаголы действия. Опять же, они из учебника Сорока, то есть они уже с этим знакомы, со странички. Дети выбирают, что их питомец любит делать, что не любит. На уроке с мальчиком мы прямо еще раз впечатали, чтобы он еще пару раз мог прочитать «Любит бегать, спать, есть и играть», «Не любит сидеть». И еще он у меня попросил добавить фразу «Ходить пешком». То есть он хотел подчеркнуть, что собака Мишка не любит ходить медленно, только любит бегать. Дальше, когда мы закончили вот эту страничку, я сделала скриншот и послала это ему в качестве домашнего задания. Он будет этот рассказик зачитывать, заучивать и будет уже мне рассказывать. Для завершения скажу, что этот мальчик, у которого обычно мотивация не очень высокая, потому что он работает один на один, и он еще достаточно маленький, попросил меня, чтобы к следующему уроку я еще приготовила ему только магазин, специализирующийся на собаках хаски. Вот, для меня это было большое, ну, так сказать, я получила большое удовольствие от этого, потому что он сам проявил инициативу, да еще и сказал, каких ему собак нужно выбрать. Так что вот я уже с нетерпением жду урока с ним, посмотрим, какую из шести собачек породы хаски он выберет. То есть я ему приготовлю еще эту презентацию, еще раз только с другими животными. Пользуйтесь на здоровье, можете менять животных, названия, имена. Если есть какие-то вопросы, пишите. Ссылку к этому заданию, оно бесплатно у меня, я поставлю на страничке в Teachers Pay Teachers, оно будет висеть. Вот, а так ссылка эта будет на канале YouTube, а также на моей страничке Алена's Family and Language Class Live на Facebook. Удачи!